Медиагруппа Авангард представляет Сегодня хотел бы поговорить о системе анализа сетевого трафика, для чего вообще он нужен и каким образом мы его применяли в соках. Речь пойдет о системе Гарда Монитор, которую разрабатывает компания Гарда Технологии, представителем которой я являюсь. Итак, начнем мы с того, что есть определенный стандарт реагирования на инциденты. Предыдущий как раз спикер говорил о реакции на инциденты, что должно быть правильно выстроено. Собственно, есть такой стандарт НИСТ-861Р2, который предполагает четырехэтапную программу реагирования на сетевые инциденты. Это подготовка, как бы это парадоксально не звучало. То есть мы должны быть готовы к тому, какие инциденты могут быть выявлены. Это и построение модели угроз, и построение соответствующих средств мониторинга для их выявления, средств защиты от этих угроз. Сюда входит в том числе и построение команды, которая будет на это реагировать, центра мониторинга и так далее. Следующий этап — это непосредственно обнаружение самого этого инцидента и анализ его деятельности. Он тесно связан с третьим этапом — это этап сдерживания, устранения, восстановления. Ну и есть четвертый этап, о котором многие на практике забывают — это деятельность после инцидента. И об этом мы тоже поговорим. Собственно говоря, системы сетевого анализа трафика, NTA-системы, используются как на этапе подготовки, то есть настройке определенных политик для выявления, так и на этапах обнаружения, так и на этапах деятельности после инцидента. Итак, для чего используются у нас эти системы? Это мониторинг IP-трафика, выявление в нем различных аномалий. Это построение профилей систем на основе данных, собранных путем анализа трафика. Это введение архива всех техкоммуникаций как раз для обеспечения четвертого пункта. Ну и выявление различных нехороших подозрительных информационных потоков. Что здесь важно? Любая активность, вообще любой инцидент, связанный с сетевым взаимодействием, он всегда оставляет какие-то следы. Вообще, когда изначально мы проектировали нашу систему Guard Monitor, один из наших заказчиков, он удачно ее назвал «система последнего шанса». Что это означает? Допустим, произошел какой-то инцидент, который не смогли сдетектировать другие системы. Там проникло какое-то вредоносное ПО, или произошла утечка информации, или еще что-то подобное. Но не секрет, что бывает, что системы безопасности, которые рассчитаны на выявление таких инцидентов, они это пропускают по той или иной причине. Это может быть неучтенные какие-то рабочие места, на которых не стояло агента соответствующего. Это может быть деятельность администратора, который воспрепятствовал работе соответствующих систем. Но любые инциденты, связанные с сетью, они всегда оставляют свои следы в виде сетевых потоков, так или иначе, которые можно сдетектировать, в виде записей на сетевых устройствах. Отсюда важный вывод, что избежать этого невозможно, и по некоторым косвенным признакам в сетевом взаимодействии система может выявить инциденты. Поэтому наш заказчик так и назвал ее «систему последнего шанса». Даже когда не сработали все остальные системы, у него есть возможность воспользоваться анализом сетевого трафика, чтобы восстановить картину, что произошло, почему это произошло, что сделать дальше, чтобы подобного не происходило. Что, собственно говоря, делает Гарда-монитор? Как уже я говорил, контроль сетевого трафика. Она собирает копию сетевого трафика, поданную либо с помощью спан-сессии на оборудовании, либо с помощью сбора статистики NetFlow, либо с помощью подачи копии трафика через ГРИЕ-туннели. То есть задача ее первая – это записать. Второе – это разобрать этот трафик, выявить в нем различные подозрительные потоки, выявить в нем попытки обращения к хостам несанкционированные. Для всего этого требуется довольно серьезный движок, который позволит эти объемы обрабатывать. Третья задача – это расследование собственных инцидентов. То есть, когда они уже произошли, система позволяет не только проанализировать все эти сетевые потоки, но и предоставить записанные образцы трафика для того, чтобы впоследствии передать их либо в экспертный отдел, либо в судебные органы при введении уголовного дела. Ну и четвертая задача, которая часто ставится перед ГАРД-монитор – это обеспечение прозрачности сетевой инфраструктуры. Очень часто, когда мы внедряем систему в тех или иных сетях, заказчики с удивлением обнаруживают, что у них где-то здесь база данных находится, где-то у них здесь терминальные сервера обнаружились и подобные вещи. То есть, с помощью вот такого анализа с его трафиком можно достаточно удобно быстро построить некую карту сети, карту взаимодействия, что у вас вообще происходит, для того, чтобы дальше использовать эту информацию при построении моделей. В чем сложность? Почему специализированное решение? Потому что, во-первых, большое количество потоков. У нас одно из внедрений, где ГАРД-монитор стоит на входе в сеть, объем обрабатывания информации порядка 10 гигабит в секунду. То есть, с записью такого объема информации может справиться только специализированная система. Второе – это незащищенность записей на сетевых устройствах. То есть, когда мы собираем статистику NetFlow, которая есть там на ЦИСКах, то собирают эту статистику, как правило, кто? Администраторы. А администраторы, не секрет, зачастую сами же являются инициаторами некоторых инцидентов безопасности. Поэтому, когда мы у них просим предоставить статистику, ничто не мешает им взять и подправить, почистить, дать совершенно не то, что мы ожидаем. Ну и третье – опять же, чтобы справляться с таким объемом информации, нужен хороший удобный интерфейс, который позволит все это проанализировать, потому что записей реально приходится обрабатывать десятки миллионов. Как в данном случае поступает Гарда Монитор? Во-первых, она записывает весь трафик, который на него подается. Во-вторых, она разбирает этот трафик на протоколы. И, в-третьих, выявляет, собственно, аномалии в этих самых протоколах. Из чего все это состоит? Анализ трафика выполняется специальным сервером анализатор трафика, который, как я уже говорил, принимает либо спан-сессию, либо через ГРЭ-туннель, либо статистику NetFlow, либо может принимать iCAP с прокси-сервера. Скажем так, один железный анализатор трафика, типовой сервер, который мы делаем, он может обрабатывать до 5 гигабит в секунду трафика. Система может масштабироваться. Если нужно больше обрабатывать, то, соответственно, можно использовать несколько анализаторов. У нас есть решения, которые на сегодняшний день работают с десятками гигабит в секунду. Второй компонент – это, собственно, система, которая позволяет хранить все эти записанные данные. Здесь важно, что у нас она работает очень быстро, поскольку используется нерелационная база данных NoSQL. Это наша собственная разработка, которая позволяет, как я уже говорил, быстро и удобно получать необходимый результат. Ну и, собственно говоря, сам анализ управления – это происходит с помощью веб-интерфейса. Система доступна с любого рабочего места администратора безопасности. Независимо от того, под какой системой он работает. Что мы здесь можем делать? Мы можем настраивать политики выявления различных аномалий. Мы можем проводить анализ уже собранной информации. Ну и в системе довольно много разных предустановленных отчетов, графиков. То есть, любая информация, собранная системой, может быть представлена в виде графика. И в графическом виде ее гораздо удобнее анализировать. Если вот кого заинтересует, можете в перерывах подойти на наш стенд. Мы в реальном времени покажем, как все это работает и как можно все это анализировать. Примеры задач, которые решала Гарда Монитор. Здесь у нас на слайде представлено несколько. Я еще от себя добавлю. Это выявление исходящих торпотоков и других даркнетов на каких-либо критических рабочих местах. То есть, допустим, DLP-система на каком-то рабочем месте не установлена была, или кто-то ее там положил агента, или воспользовался, допустим, некорпоративным ноутбуком. Но, тем не менее, взял, слил информацию по даркнету, все, никто ее не увидел. Но вот по косвенным признакам, что у нас появился, во-первых, неизвестный IP-адрес, который раньше нигде не светился, и появились с него подозрительные потоки. Это как раз выявление утечки по косвенным признакам. То же самое может система задетектировать, например, появление в каких-то критичных сегментах сети таких протоколов, как Google Drive, Skybox, SkyDrive и так далее. Также система может обнаруживать неучтенные базы данных внутри сети, веб-сервера внутри сети. Очень часто мы детектируем на внедрениях появление исходящего HTTPS-трафика, тем более, что при формировании политик у нас есть достаточно много параметров, по которым можно эти политики строить. Один из возможных параметров – это использование нестандартного порта. Это политика, которая настраивается на всех внедрениях, исходящая HTTPS на нестандартном порту. Почему? Потому что, во-первых, по HTTPS работает большинство ботнетов и прочей гадости. Во-вторых, если оно работает по нестандартному порту, это кто-то руками настроил. То есть такие вещи мы всегда стараемся выявлять. Еще один пример, допустим, исходящие в HTTPS данные. То есть мы сталкивались с таким на внедрениях, когда есть компания, она обменивается данными со своими филиалами, которые расположены в разных странах, и обменивается она с помощью HTTPS. И, собственно говоря, что мы делали? Центр мониторинга, который с этой системой работал, у него был график с распределением вот этих потоков ФТП по стране-получателю. Соответственно, если там появляется страна-получатель потока, который быть не должно, то фиксируется инцидент безопасности, дальше уже передаются эти данные для анализа в экспертный отдел. Всего, как я уже говорил, для настройки вот таких политик выявлений в системе предусмотрено несколько десятков параметров, в том числе такие, как IP-адреса, я уже говорил, это порты, это наименование протоколов, там у нас более 300 протоколов распознается. Это содержимое потока, в том числе по ключевым словам, то есть внутри самой нагрузки мы можем выделять какие-либо ключевые слова, там telnet-команды, например, или нагрузку HTTP. Ну и так же, как в системе представлены у нас предустановленные политики, то есть система может быть поставлена, и уже из коробки начнет работать, собирать необходимые данные. Ну, здесь еще некоторые примеры настроенных политик. Давайте далее. Аналитические возможности. Как я уже говорил, все данные системы, все данные о срабатывании политик можно представить в виде графиков, причем графики в системе интерактивные, что значительно сокращает время на анализ и выявление тех самых инцидентов. Грубо говоря, мы, например, зафиксировали потоки Darknet с какого-либо хоста, тут же из этого же графика перешли в данные по этому хосту, посмотрели, с кем у нас этот хост общался за указанный промежуток времени еще. Увидели там активность, например, по протоколам удаленного доступа, посмотрели, с какого IP-адреса был удаленный доступ, перешли к этому IP-адресу, посмотрели, куда у нас с этого IP-адреса, на какие хосты были еще попытки доступа. То есть все это делается в интерактивном режиме и не требует от человека, который с этим работает, специальной технической подготовки. То есть не нужно знать какой-либо особенный язык регулярных выражений и прочего, для того, чтобы проводить такие анализы. Кроме того, на основе статистики сетевых потоков можно строить поведенческую аналитику, как работают хосты, как работают определенные IP-адреса, выявлять отклонения, как по наличию каких-то новых протоколов и участников сетевого взаимодействия, так и по количеству и объему сетевых потоков. Помимо этого, Гарда Монитор обладает возможностью сигнатурного анализа трафика и выявления различных угроз безопасности. Угроза безопасности поставляет наш отдел экспертизы, который есть у нас в компании. У нас есть свой собственный репозиторий с обновлениями, и система в автоматическом режиме обновляется. Я уже рассказывал про графические отчеты, поэтому, я думаю, про них отдельно не стоит. И про интеграцию с другими системами и возможности экспорта. Естественно, Гарда Монитор позволяет выгружать срабатывание по политикам в CM-системы, позволяет уведомлять по электронной почте о срабатывании тех или иных правил. Причем у нас есть довольно-таки крупные внедрения, где Гарда Монитор используется чисто как коллектор данных в структурированном виде для последующей передачи в CM. Собственно, в CM мы можем передавать настраиваемые разные параметры, берет стандартный CEF или LEAF сообщения, и в настройках мы можем указывать, какие параметры, какие реквизиты сетевого потока мы в какие параметры CEF сообщения хотим передавать. Собственно, поддерживается любой CM, который может принимать по CIS-логу данные. Ну и также возможность выгружать данные в CSV, в XML, в PDF-отчетах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ